не ну да ну то есть такие честно нужно что-то сказать что значит угол это можно разделить на три равные части когда я только тогда когда начинаешь написать многочлен у тройного угла это будет чего 4 3 сейчас когда вот вот такой многочлен приводим над расширением q от это наверно что-нибудь такое надо сделать наверное то есть ну если вы можете сделать построить косинус тета ты может ли тремной части это когда такой многочлен приводим есть он приводим понятно что у него корень этой как раз и будет тот косинус который тета натрий поскольку он удовлетворяет этому уравнению и наоборот если если его можно разделить лишь можно построить это т значит порядок то над косинус над косинус над код косинус т должен быть там 2 или 1 но это значит такой многочлен приводим ну вот нужно наверно тут наверное это можно доделать так на чем мы закончили прошлый раз в прошлый раз мы заказывали сложную теорему и мы не доделали теперь надо все выписывать заново то есть теорема была такой мы описываем хорошее расширение при которых у нас много автоморфизмов есть шанс что мы можем сделать объекцию между промежуточными расширениями и подгруппами групп автоморфизмов ну и теорема звучит так что вот если есть поле характеристики 0 есть конечное расширение тогда следующие условия эквивалентны и там было четыре условия первое что к это поле разложения многочлена f от x второе что если ты это лежит в к то любой сопряженный к нему тоже лежит третье что количество автоморфизмов канат f столько же сколько какая степень расширения и четвертое что те автоморфизмы те элементы которые сохранятся под действием всех атоморфизмов это в точности исходное поле f так вкратце написал а подробно наверное у вас с прошлой лекции осталось и мы доказали почти все мы доказали 2 3 4 1 и нам вроде оставалось только из 12 доказать то есть там осталось доказать что если есть мы что если мы знаем что к поле разложения то все сопряженные к элементу из к над f они лежат тоже в к значит сопряженная это корень того же минимального многочлена то есть это элементы которые собственно и куда переходит автоморфизма сохраняющий f они вот должны переводить элементы сопряженные ну и вот как бы мы у нас есть довольно слабые условия мы знаем что у корни этого многочлена уж точно никуда при автоматизмах деваться не могут их что что все сопряженные корням точно лежат а нам нужно как для всех элементов искать что это работает ну давайте я сначала скажу как это вообще можно было доказывать для тех кто ну так чтобы сейчас да если будет немножко абстрактным но принципе можно и конкретно тут что-то сделать ну если бы вы ну вот как обычно в школе делают вот у вас есть ну например вот как вы доказываете что там скажем корень двойке плюс корень не знаю всего есть степени стройки это число алгебраическая да вот вы знаете что корень тройки алгебраического знаете что корень свой степень стройки алгебраическая корень кого-то многочлена выходить доказать что сумма их тоже или отсекорнику от у многочлена но если вот не знать про степень и степень расширения размерности ли него их пространство вас нет то можно обойтись следующим трюком ну надо просто когда надо что-то написать такую скобку я что-то домножить так чтобы получилось рациональное число откуда берутся рациональные числа мы знаем только то что вот это корень какого-то многочлена то есть если мы напишем некоторую функцию от корней специального вида то она будет рациональная но поэтому на это что сделать надо просто взять эту скобку и домножить ее на всевозможные с temperature элементы связи это может вас то есть написать такое произведение x-ito там альфа с волной будет в ionой где аль с волной это все возможные сопряженные с альфа B с волной всевозможности причем сablyта вот если вы такое профессиональное рассмотрим тут будет вот этот корень 2 степени такой vault не Wick 7 степени amazing 14 скобочек тут и когда вы раскроете то все коэффициенты они ну видно что если я коэффициенте буду менять два корня местами сопряженных только senzad не поменяется потому что эту тексту симметричности пин этих корней поэтому то что эти коэффициенты они будут симметрическими многочленными от корней каждого из многочленов а А симметрические многочлены выражаются через коэффициенты этого многочлена по формулам Виета. Ну и вот там есть теорема такая, ну то есть здесь надо использовать такую теорему, что любой симметрический многочлен выражается через элементарные симметрические. Но так вы это не доказывали, то вот мы этим не пользуемся. Ну и в принципе вот можно, то есть вот кустарными методами доказать, что вот эта штука, что эта штука тоже алгеберская число, потому что вот корень такого многочлена, она такой проявящего коэффициента рациональной. В принципе, для того, чтобы доказать два, можно сделать то же самое. А именно вы берете θ, θ у нас, ну, это какая-то, значит, какое-то поле разложения Значит, это выражается как линейная комбинация корней и многочленов его степеней То есть это какая-то сумма, там, αk, значит, сейчас, коэффициенты у меня, значит, корни у меня будут α А коэффициенты пусть у меня будут, ну, там, числа a какие-нибудь То есть у меня будет сумма a, k,i на α, k в этой степени Где у меня k пробегает, там, от единицы до n большого, i пробегает, там, от единицы до m большого То есть это какая-то сумма каких-то степеней, корней этого многочлена Вот α, k это корни многочлена α, n это корни f от x Ну, вы берете произвольные элементы в расширении, ну, вот так выглядит И дальше, чтобы получить его сопряженный, надо просто взять и написать к этому все сопряженные И вот написать такой многочлен То есть можно, в принципе, таким же способом вручную получить, что все сопряженные к нему лежат Написать вот такое произведение, типа, x минус всевозможные вот такие вот суммы Где вместо α, k вы заменяете его на любой сопряженный Ну, короче, будет огромная гигантская сумма Раскроете скобки, все получите Ну, вот это один способ доказать вручную Мы будем, так кажется, абстрактно А именно, мы будем пользоваться важной лему, которую я когда-то доказывал О продолжении гомоморфизма Она говорит следующее Что если у вас есть гомоморфизм из поля f в поле l И вы хотите продолжить его на f от α Тогда количество продолжений φ на f от α Ну, α это какой-то алгебраический, α-алгебраический элемент над f Оно равно числу корней многочлена φ от m α f в l То есть, если вы можете продолжить φ на f от α То обязательно α должен переходить в корень вот такого многочлена И причем это количество таких продолжений, это количество корней Ну, а теперь мы сделаем такой хитрый трюк Значит, вот это лему мы доказывали Значит, теперь доказываю из 1 в 2 Значит, вот у меня есть θ из К И есть θ с волной, с ним сопряженный Тогда очевидно, что у нас есть такой изоморфизм Из f от θ в f от θ с волной φ такой изоморфизм, который сохраняет f φ изоморфизм, сохраняющий поле f Но это просто мы берем и говорим, что оба этих расширения, они изоморфны Вот это все изоморфно В кольцу многочлена, отфакторизованному по минимальному многочлену для θ над f Поэтому, собственно, это и есть изоморфизм Просто берете θ в θ с волной, переводите и все Теперь, ну, правую часть мы можем вложить просто в f с чертой То есть f от θ с волной Оно поможет алгебрического замыкания f Поэтому можно считать, что φ это такой Ну, давайте я φ буду с волной писать То есть у нас есть такой гоморфизм Из f от θ в f с чертой Это гомоморфизм, который сохраняет f И переводит θ в θ с волной Вот я его хочу продолжить на все k Я хочу сказать, что если есть такой То по важной леме я могу продолжить его До гомоморфизма ψ Из k в f чертой, который φ сохраняет f И переводит θ в θ с волной Ну, почему так можно сделать? Потому что в f чертой вообще все корни всех многочленов лежат Поэтому, конечно же, если я возьму там какой-нибудь Возьму какой-нибудь корень многочленов f от x Какой-нибудь альфа 1 Тогда я могу продолжить по леме Эту штуку на f от θ от альфа 1 Потому что, значит, по леме Для любого Ну, давайте, β из k Можно продолжить f с волной на f от γ от β Так как в f чертой все корни многочленов β Уже исходно лежат Ну, я так буду добавлять Пока у меня все k не получится Могу, если я знаю теремию в противном элементе Сразу одним элементом добавить Но если у меня нет теремии в противном элементе Я просто буду добавлять элементы Пока у меня в новой степени теремия будет увеличиваться Поэтому когда-то, рано или поздно, станет ровно k Окей, значит, мы сделали очень Вот все, что нужно, мы уже сделали Мы построили некоторый гоморфизм И с k в f чертой Который сохранит f от θ От этого переводит θ с волной Теперь Ну, значит, если у меня α1, αn это корни f от x То psi от α1 Ну, psi от α1 Это он принадлежит множеству α1, αn Поскольку α1 может переходить только в сопряженный У нас φ сохраняет f То есть корень многочленной f от x Может перейти только в корень многочленной f от x То есть, когда мы рассматриваем такой гоморфизм То эти корни просто меняются друг с другом как-то местами Но раз они меняются друг с другом местами То если у меня элемент изначально лежал в k То у меня k переходит тут ровно в k То есть k не может выйти за пределы k Потому что то, что порождает k А именно αe, они из k не уходят То есть это все лежит в k Значит, если psi от αe лежит в k То psi от f от α1 αn тоже лежит в k Но это и есть k Значит, у меня psi от k Это просто будет k Ну, а раз psi от t от t с волной То отсюда получается, что t с волной тоже никуда не может убежать И оно все еще остается в k Так Вопросы? Ничего не понятно? Ага Хорошо, еще раз Смотрите, мы делаем такую хитрую вещь Ну, давайте я тут картинку какую-нибудь нарисую еще То есть у меня было Ну, вот у меня есть вот эта k В нем лежит такой маленький f от t Я говорю, ну, давайте возьмем t с волной Пока не понятно, что она лежит тут И просто изоморфно переведем эту штуку на f от t с волной Ну вот, переведем ее Эта штука сюда Эта штука лежит в большом-большом-большом-большом-большом Множество f чертой Поэтому у меня есть гоморфизм отсюда в f чертой Дальше я говорю, что я могу продолжить этот все Этот гоморфизм на все k И получить здесь Некоторое множество Ну, вот этого f от k Которое тоже лежит в f чертой То есть просто, ну, вот Ну, эта штука, конечно, оставляет f на месте То есть я должен был здесь, конечно, нарисовать Что-то в духе Ну, как, сейчас, давайте Я тут подрисую То есть у меня, в принципе, здесь еще есть f Вот здесь вот f есть И оно остается на месте Поэтому, когда я перевожу f от gamma, на самом деле у меня это что-то меняется Гамма с волной, вот у меня что-то меняется, что-то остается Вот f остается на месте И дальше я говорю, ну, вот это все Ну, вообще вся эта штука, конечно, лежит во в чертой Я могу так написать Ну и поэтому у меня есть k, которая куда-то переходит под действием этого гоморфизма То есть оно, в принципе, куда-то может вот сюда переходить Вот это psi от k А дальше я смотрю Вот в k лежат элементы корней моего многочлена α1, α2, αn, которые, собственно Вот это какое-то подражение этого многочлена А α1 всего α2, αn это корни Куда они могут переходить? Если у меня f остается на месте То α1 может переходить только в один из других корней Поэтому α1, он перешел куда-то сюда Ну, α2 тоже куда-то сюда перешел Значит, у меня тут есть какая-то перестановка корней Но это означает, что при этом гоморфизме Раз эти корни остались на месте То и все решение k осталось на месте Потому что k это просто линейная комбинация этих корней и степеней Поэтому никуда снаружи k не выйти не могут Поэтому на самом деле все psi от k у меня лежит тут То есть k это psi от k Ну и тогда мы получаем, что θ с волной должно лежать где-то тут Это вот схема доказательства Так, еще просто Нет, все Ну хорошо Значит, мы сделали вообще очень крутую вещь на самом деле Это там почти один из самых сложных кусков Значит, после этого у нас остается еще одну большую теорему Который, собственно, и говорит, что если вот расширение у вас такое хорошее Да, я тут не написал, но обычно вот в литературе эта штука называется нормальным расширением Это я в прошлый раз говорил А это вот расширение глуа Нам остается доказать, собственно, теорему о том, что если вот расширение хорошее То есть биекция между промышленными расширениями и подгруппами группы автомархизмов Ну давайте я здесь напишу Обычная теорема называется гордым именем основная теорема теории Галуа Основная теорема теории Галуа Значит, если у вас канат f Это расширение Галуа То Значит, во-первых Есть биекция между промышленными расширениями и подгруппами группы автомархизмов Значит, имеется биекция Между Промежуточными подполями Между К и Ф И подгруппами В группе автомархизмов Канат f Причем Этот биекция задается Вот этими отображениями, которые я в прошлый раз описывал Если у вас есть Промежуточное подполе Вы просто берете Группу автомархизмов Канат l То есть те автомархизмы, которые сохраняют l Если у вас есть подгруппа Вы просто берете Все Точки ск, которые все элементы Всей подгруппы сохраняются Множество неподвижных точек Относительно подгруппы h Ну и тут понятно, что Степень решения связана с индексом подгруппы А именно Ну как тут можно написать L L над f Оно равно Индексу Подгруппы h В группе всех автомархизмов То есть когда вы С поля f Увеличиваете в 5 раз Например, до поля l То подгруппа автомархизмов у вас в 5 раз уменьшается Значит, более того Тут еще есть Эта биекция Она переводит Нормальные подгруппы В нормальные расширения Ну, вообще у вас В математике довольно Все плохо Потому что Много разных терминов Ну, как бы То есть есть Много терминов Которые Употребляются в разных науках Хотя совершенно не похожи Только друг на друга На первом слове нормальность У вас есть там Нормаль Есть нормаль поверхности Есть нормальные Распределения нормальные Есть Слово нормальное Вообще какое-то такое Везде используется Нормы есть Вот Но в этом случае Слово нормальное решение Оно по крайней мере Связано с чем-то Что у вас было раньше Именно с нормальными подгруппами То есть нормальные подгруппы H В группе автомархизмов Они соответствуют Значит Нормальные подгруппы Соответствуют нормальному расширению L над F Означает что L над F Оно нормально Так Нужно сделать Замечание Вас может удивить Почему я пишу Почему именно L над F Какое отношение А K над L Когда нормально Давайте я про это Скажу пару слов Ну мы говорим Что это расширение Гулуа И я под этим Конечно подразумеваю Ну то есть Неформально я подразумеваю Что в хранистике Либо оно Либо хранистика 0 И оно просто Конечное нормальное Значит Замечание Про Нормальные расширения Значит В отличие от Конечных Алгебраических Сепарабельных Расширений Неверно Что башня Нормальных расширений Нормальна То есть Если у вас K над L И L над F Нормальные То из этого Не следует Не обязательно следует Что K над F Нормально И Даже Можно так сказать Что если у вас K Есть такая башня Расширений И K над F Нормально То всегда Канадель Тоже нормально Что Еще раз В втором случае У вас L над F Нормальный И оно нормально Только в том случае Если вы взяли под группу Которая у вас Нормальная Иначе Оно будет Не обязательно Нормально Ну Примеров Значит Ну Смотрите Пример Когда Первое Неверно Это Вы берете Ну Берете Q Добавляете Туда Корень Из двойки А потом Еще раз Добавляете А потом Добавляете Корень Из корня Из двойки То есть Корень Из четвертой Степени Из двойки Берете Значит Любое Расширение Степени 2 Нормально Потому что Когда вы Добавляете Корень У вас Сопряженно К нему Тоже Лежит Всегда Потому что Это просто Корень Такого же Квадратного Уравнения Он выражается Через вот этот Поэтому Любое Расширение Степени 2 Нормально Поэтому Эти оба Расширения Нормальны А Башное Расширение Получается Добавлением Корня Четвертой Степени Из двойки И Оно Уже Ненормально Потому что У вас Корень Четвертой Степени Из двух И уже Не лежит Сопряженно К этому Числу То есть Вы тут Расширились С помощью Многощена Эксклоратии Минус Два Тут Вы сделали Поле Размерения Многощена Эксклоратии Минус Корень Из двойки И получили Два Корня Четвертой Степени Два Корня Многощена Эксклоратой Минус Два А два Не получили Поэтому У вас Это решение Получилось Ненормальным То есть Чтобы Было Нормальным Тут Надо Добавить Еще И А его Тут Нет Поэтому Ничего Не Получилось Это Вот Первый Пример Про Второе Значит То Что Корнодель Нормально Это Очевидно Нужно Просто Выбрать Правильное Свойство Здесь Вот Из Из Четырех Лучше Выбрать Правильное А именно Первое Дело в том Что если у вас Значит Если К Это Поле Разложения F от X Из F от X Конечно же F от X Лежит Внутри L от X Поэтому К Будет Поле Разложения Многочлена Из L от X Тоже Потому что Раз у него Все корни От F Лежат То и Все корни От L тоже Лежат Поскольку Корни Которые 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 Над F Они Корни Над L тоже Там Кито Могут Сразу В L Оказаться Но Неважно Уж точно Если Это Поле Разложения Тут То и Для Этого Многочлена Будет Поле Разложения Здесь Здесь То есть Если Ну Можно Еще Сказать Что Если У вас Были Сопряженные То Их Количество Могло Только Уменьшиться Не Увеличиться У вас Какие-то Сопряженные Могли Перестать Быть Сопряженными Потому что У вас Поле Увеличилось Но Уж Никак Не Измениться Новых Сопряженных Точнее Не Появится А То Что Не Всегда Бывает То Что Эль На Дэф Не Всегда Нормально Но Тут Видно Что У вас Есть Мы В прошлый Раз Видели Что У нас Было Ку От Поле Разложения Многочлена X Ку Минус 2 На Ку Это Ку От Курни Кубической Сдвойки И Оно Там Содерживает На Пер В себе Ку От Курни Кубической Сквозь Двойки И Содержит Ку И Вот Это Ненормально А Все Расширение Нормально То Есть На самом деле Любое И вообще Любое Расширение Вы Можете Коричнево Сложить Нормальное Просто Давай В корни Оставшиеся Вот Этого Многочлена То Вы Проражаете Это Одним Противным Элементов И Дальше Давляете Корни Этого Многочлена Поэтому Любое Расширение На Вкладываться Нормальное Но Вот Такие Все Расширения Будут Нормальными А вот Такие Уже Нет Вот На самом Действительно Первая Часть Например Это Одна Очевидная Стрелка Вторая Следует Из Похожего Утверждения То Что Мы Уже Делали Поэтому Первое Мы Сейчас Суперем Доказать Даже До Так Сейчас Главное Я всегда не помню Главное Главное Гадать В какую сторону Нужно доказывать Сейчас Давайте Попробуем Понять Наверное С целью Нужно начать Тогда Все будет Хорошо Не надо Будет Мучиться Первое Значит Мы Будем Доказывать Что Это Биекция Значит Нам Нужно Пройти По Дум Стрелочкам Будем Догадаться Что Это Обратное Друг Друг Отображение То Нам Надо Пройти По Стрелочкам Сначала В одну Сторон В другую Погай Что Будет То Самое И Потом Обратную Сторону Значит Сначала Берем L Получаем Из него Группу А Потом Берем Те Мы мы его собственно уже доказывали поэтому действительно вот если мы стартуем то есть если мы стартовали сели получили группа автомобилов то обратно получится ровно в точке расширения или но в обратную сторону чуть похитрее но там тоже идея понятно будет значит если мы стартуем группа h подгруппа h потом из нее делаем группа автоморфизм поле которая неподвижных точек по действиям этой группы подгруппу автоморфизмов а потом мы берем автоморфизмы к на который сохранит к аж значит что понятно понятно что все автого физмы за что до входит потому что вот так мы взяли к синдексом h это значит что все элементы из аж сохраняются точки отсюда все точки отсюда поэтому уж точно аж вот здесь лежит ну пусть эта группа она комик давайте позначим давайте же хотя конечно же у нас больше вся группа ну допустим то есть в чем проблема может быть может быть так получится что мы взяли группу взяли точки которые сохраняются а потом взяли количество автонорфизмов больше эта группа могла увеличится но на самом деле почему такого быть не может потому что мы с вами знаем что значит группы же эта группа которые сохраняются все эти точки поэтому на самом деле получится что касс что количество неподвижных точек по действиям группы же и по действиям группа h оно одно и то же потому что но это вот и есть это поле то есть то что группа же эта группа автоматизма расширения она вот по первому по первому пункту показывает что на самом деле у вас такое совпадение происходит и нам надо доказать что если у вас одна группа лежит другой то из этого равенства следует что h от и g от одно и то же то есть нам нужно доказать что если у вас есть две группы одна лежит другой и решение и решение нормально то не может быть такого что но судью подвижных точек по действиям одной она в точности но что неподвижных точек по действиям другой это отражение равносильно следующему давайте перформирую так что если у вас есть расширение глуа и аж какая-то собственная подгруппа группа автоматизмов то есть не совпадающие ну или совпадающие со всей группы автоматизмов то тогда количество неподвижных точек у нее уж точно не совпадает с лев вот это будет доказывать что если у меня здесь наоборот у меня количество неподвижных точек совпадает f то есть совпадает вот вы такой разница тогда эти группы должны совпадать то есть ну примерно это понятно потому что с группа уменьшилась значит наверное количество неподвижных точек должно увеличиться но давайте докажем так понятно ли надо поподробнее но смысл понятно что вот не нужно сначала доказать чтобы доказать что вот все работает допустим и доказали тогда просто применяем это вот этому рассуждению где в качестве f у меня вот это вот расширение то есть у меня получится что ну f это же у меня вот такая штука так отношение было то f то вот такая штука поэтому я доказываю что если аж не совпадать всей группой то неподвижные точки не совпадать вы движены точками здесь то есть наоборот они совпадают то эти группы совпадают ну и вот я как раз это докажу тогда а однако этого она повторяет рассуждение которое мы уже делали только ну то есть по тем же причинам это не работает значит пусть у меня есть собственная группа какая-то в группе голова и допустим у меня к неподвижных точек совпала с f случайно пусть это не так и то есть у меня получилось что я могу взять группу поменьше и количество неподвижных точек в ней все равно будет f но помните как мы доказывали свойство 4 мы возьмем край парадим к на деф элементом гамма рассмотрим такое произведение x минус h от гамма по всем h из h получим некоторый многочлен который инварианте носительного умножения на действие то есть коэффициенты которого при умножении на элементы группа h не меняются поэтому этот многочлен лежит внутри f от x то есть если это множество многочлен на применю к нему автопорфизм из h то меня просто поменяются все эти вот коэффициенты местами многочлен не поменяется значит этого свойства будет следующее многочлен житов от x а степень этого многочлена ну вот это многочлен f от x она равна количеству элементов h ну получается что количество элементов h оно меньше чем количество автоморфизмов которое равно степени расширения канат f которое равно степени минимального многочлена для элемента гамма от f а с другой стороны количество h больше чем степень ну сейчас h равно степени многочлена это будет больше чем степень минимального многочлена для гамма от f поскольку это его делитель но от получаем противоречия то есть получилось что нам удалось занулить гамма меньшим количеством автоморфизмов чем мы должны были получить поэтому никакой меньше подгруппы не получится что тогда получилось бы что гамма это корень меньшей степени то есть все расширение канат f он должна быть степень не больше чем количество элементов h а у нас а собственная подгруппа на такого быть не может то есть это тот же трюк что мы делали когда оказывали свойство 4 только вот для применены для подгруппы группа автоморфизмов ну вот он показывает что у нас все честно и имеется объекция так но значит после перерыва вы мне скажешь что-то непонятно может быть и мы докажем эти два свойства и сразу у нас быть можем доказать несколько применений к вот нашим проблемам которые мы обсуждали так что надо повторяйте ли понятно пример так непонятно лучше не повторять нет ну то есть моя цель была убедить в том что увидите в том что то что мы делали прошлый раз вот этих прошлый раз тоже мы делали это не просто мы доказывали какие-то красивые свойства а сам не просто доказать часть от теоремы это что мы доказывали связь между тем что ну ну еще раз принять у нас как бы в чем в чем идея вот этих вот рассуждений в том что у нас множество автоморфизмов настолько плотно что у нас ну как бы автаморфизмов максимальное количество только может быть поэтому частности она и для производства решения тоже максимально которое может быть и поэтому вас таких вариантов нету и здесь тоже вы выберете подгруппу в группе автоморфизмов но из-за того что у вас по как бы все плотно вас максимальный кэш махи здесь есть поэтому если вы чуть-чуть уменьшите то понятно что по идее должно количество ну количество непосредственно только увеличится он не может стать тем же и рассуждение ну вот она примерно такой же как предказательство того равносильности вот этих вот свойств ну это свойство размерности тоже следует как бы ну понятно откуда растут ноги значит если у вас выводы когда еще дебиекция то как все устроено вот у вас канат f степень расширения это количество автоморфизмов в группе канат f если вы берете промежуточное решение эль то количество автоморфизмов там равно группе на количество элементов группе автоморфизмов канат эль поскольку у вас канат эль тоже нормально ну тоже решение голова а дальше у вас ну вот это собственно есть нас группа h а дальше ну знаете что это группа мультипликативной части вот там тоже мультипликативная поэтому у вас получается что канат f равно канат эль- внушить на или на пеппи группа авто морфизмов кресина это будет астом артизов равно количество элементов по группе авто морфизмов но что ее индекс собственный индекс и то есть отношение количество элементов группе а в том артизмов в подгруппе ну в общем Поэтому если у вас вот это равно вот этому, а вот это равно вот этому, то ничего не остается делать, как множество элементов L на F будет равным количеству группы автоматизмов, но индексу этой подгруппы H. Ну, второе утверждение. Значит, тут, как обычно, есть, ну, если вы верите в теорию групп, то утверждение короткое, если не верите, то чуть более сложное. Значит, если вы помните про нормальные подгруппы, то нам нужно ее сопрягать элементами, какими-то автоматизмами. Поэтому первое, что хочется сделать, это понять. Вот вопрос на насыпку. Как вы думаете, что такое, ну, вот у нас есть, допустим, неподвижные точки относительно подгруппы H. Вопрос. Как из этого получить неподвижные точки для группы, сопряженной к группе H, относительно элемента G? Как из этого получить вот это? Чуть-чуть домножить. На что? На что домножить лево и справа? К H, на что можно домножить лево и справа? И что значит домножить? К H, это же поле, какие-то элементы. На что домножать в каком смысле? Ну, если вы будете брать произведение как в поле, то вы в этой рамке этого поля не выйдете. А все-таки, чтобы получить, что если у вас H ненормально, то это разные поля все-таки. Ну, сейчас, ага, понятно. Хорошо, если у вас группа G действует на каком-то множестве, да, вот у вас есть, вот, группа G действует на множестве X. И вы взяли какую-то точку из X, и взяли ее стабилизатор. А теперь хотите взять стабилизатор точки из этой же орбиты. Сейчас нет, как сказать, нет, неправильно говорю. Да, как получить из этого стабилизатора, и мы берем точку из этой же орбиты, и хотим получить ее стабилизатор. Как ее получить? Сейчас, правильно говорю. Ну да, я у нас все проспойлерил, да. Ну да, что будет стабилизатором точки GX, как вы думаете? Понятно, не знаете. Ну, тогда я приду доказывать. Короче говоря, все, что вам нужно сделать, это просто применить элемент G. Когда вы применяете элемент G, вы из стабилизатора относительно под группу H переходите к тому, что сохраняется под действием G, G-1. У вас в одной орбите стабилизатор и точек в одной орбите, они отличаются сопряжениями на элементы G. Но давайте докажем. Значит, что такое? Ну давайте писать, что такое справа, да? Значит, G, G, H, G в минус первой, это такие элементы из К, что G, H, G в минус первой от X равно X. Ну, для любого H маленького из H большого, я просто пишу сразу в общем виде, то есть вот эта вот запись означает, что для любого H маленького из H большого, G, H маленькая, G в минус первой от X равно X. Так, что мы перенесем? Ну, G у нас G в томорфизм, поэтому я могу его переносить справа налево. Значит, это такие X, X-ы, такие, что H, G в минус первой от X равно G в минус первой X. Ага, а это что значит? Это значит, что если я, это такие X из K, что для любого H из H, H от G в минус первой от X равно G в минус первой от X. По определению К с индексом H, это означает, что это такие X из K, что G в минус первой от X лежит внутри KH. Это ровно, то есть те точки, которые остаются на месте под действием всех автоморфизмов из группы H, из-под группы H, в той части элементы К с индексом H. Ну, а это означает, что это в точности такие точки из K, что X принадлежит G, примененному к AH. Вот мы и доказали, что то, что находится... Вот если я буду брать поле, которое является множеством неподвижных точек, то есть сопряженный к H-группе, я просто получу группу из K, сдвинутую на элемент G. Это работает для любого действия. Тут не обязательно говорить про поля. Тут, в общем-то, для любого действия такое работает. Нужно работать. Ну, это хорошо, да, почему? Потому что нормальность означает, что мы отсюда не выходим. А нормальность KH означает, что когда мы применяем G, мы никуда не выходим. Поэтому, в принципе, это и показывает то, что нормальность расширения означает то, что подгруппа нормально. Ну, давайте какие-нибудь слова скажем. Значит, если KH над F нормально, значит, G, примененный к AH... А G что делает? Он сопряженный, переводит сопряженный. Поэтому G, KH, он лежит внутри KH, потому что никуда из... Никакой элемент вне KH попасть не может. Значит... K, G, H, G-1 лежит внутри KH, значит, GH, G-1, ну, тоже лежит внутри H. Раз у нас точки... Ну, или, наоборот, содержит, да, что-то нужно... Содержит H. Но это не важно, потому что эти штуки, они из науколичные элементы совпадают, поэтому они, если такое выполнено, то, значит, они равны. Ну, значит, H нормально. Сейчас, что там за нас. Ну, а в другую сторону, чуть-чуть посложнее, может быть, да, что если, если наоборот, H нормально, то G, H, G-1 равно H, и значит, для любого G из группы автоморфизмов, G, примененный к H, это KH. Я хочу доказать, что тогда любой сопряженный над F лежит в KH, да. Значит, пусть у меня тета лежит в KH, и я, если я знаю, что существует элемент из группы автоморфизмов, ну, которые переводят его в любой сопряженный, то есть для каждого сопряженного есть элемент группы автоморфизмов, которого переводят в сопряженный, тогда вот из этого свойства будет следующее, что сопряженный тоже лежит в KH, значит, оно нормально. Что? Понятно? То есть, вот, может быть, это... Ну, еще раз, смотрите, допустим, мы знаем, что для любого элемента, вот, любого автоморфизма применили к H, ставились внутри. Теперь, пусть у меня тета элементы, какой-то элемент, тета с волной, ему сопряженный. Если у нас существует автоморфизм, который переводится в тета в тета в сопряженное, то все доказано. Потому что тета переводится в тета в сопряженный, значит, из этого следует, что тета сопряженный лежит в KH. Значит, для любого сопряженного к какому-то элементу сопряженного к нему лежит, значит, это решение нормально. Вот вопрос только в этом. Почему у нас существует автоморфизм, который переводит θ в θ сопряжённое? И здесь нужно применить то же рассуждение, которое мы делали полчаса назад. А именно, если у вас есть два сопряжённых элемента, то существует автоморфизм всего KH, который переводит θ в θ сопряжённое. А именно, нужно взять вот это вот f от θ, сказать, что оно изоморфное f от θ с волной, а потом продлить вот эту штуку до отображения из кавы в чертвой и сказать, что вот эта штука автоморфизм. И тогда этот автоморфизм, он будет в θ в θ сопряжённое. То есть это опять теорема продолжения гомоморфизма, и здесь позволяет нам построить этот автоморфизм, который переводит θ в θ сопряжённое. Вот. То есть тут опять нужно использовать вот этот хитрый трюк, который мы и проделали полчаса назад. Ну, а по-моему, для него тут всё просто. Окей. Ну всё, основной термой доказано. Ну, теперь пожинаем плоды. Сейчас за 15 минут с помощью дешёвых трюков мы докажем основную терему алгебры. Или за 10 минут. Ну, как пойдёт. Смотря на сколько вы верите в дешёвые трюки. Так. Так, что тут можно стереть? Давайте я терему пока ставлю. Я напомню, что у нас вообще есть три проблемы. Это циркульная линейка, разрешимость в радикалах и основной теремой алгебры. Ну, вот основной теремой алгебры мы сейчас легко решим. Тут как бы... Так, основной теремой алгебры. Говорит нам о том, что поле цел гибридически замкнуто. Конечно же, без непрерывности это не доказать. Поэтому непрерывность будет использована в следующем очевидном факте, что любой многочлен нечётной степени с вещественными коэффициентами имеет корень. Значит, если есть многочлен f от x с вещественными коэффициентами и степень нечётная, значит, f от x имеет корень. Ну, просто потому, что при стремлении к бесконечности плюс, бесконечности и минус бесконечности будут разные знаки, поэтому при непрерывности есть корень. Из этого утверждения легко следует, что если у вас есть расширение над r нечётной степени, значит, если у вас есть расширение над r и степень нечётная, то она равна единице. Почему? Ну, потому что если у вас расширение некотной степени, он поражается одним элементом, у этого элемента минимальная многочленная будет иметь нечётную степень, а непрерыводимая многочётина может иметь только степень один, потому что любой многочлен нечётной степени имеет корень. Значит, если у вас есть или это r над альфа, то степень минимальной многочленной для альфа над r имеет нечетную степень значит это степень единица ну и значит у вас L это R то есть уже очень важный факт, что над R не бывает расширения нечетной степени вообще второе факт, который будем пользоваться, это то, что на C нет расширения в степени 2 что если есть расширение на C в степени не выше 2 значит степень равна единице ну это потому что понятно почему ну потому что расширение степени 2 это что такое, это взяли корень квадратного уравнения добавили, а на C любое квадратное уравнение разрешимо, потому что там можно корни извлекать ну то есть у вас L это C на Альфа и Альфа это корень многочлена Альфа в квадрате плюс БАльфа плюс Р равно нулю ну и значит Альфа равно минус Б плюс минус корень из Б в квадрате минус 4АЦ делить на 2А и эта штука лежит в С, потому что в С есть корень из любого числа поэтому Альфа лежит в С, значит у вас расширение степени 1 ну вот дальше начинается теория групп значит чем мы какой у нас план, смотрите мы сейчас возьмем значит пусть как мы доказываем что целый гибридский замку то мы будем брать, докажем что любое конечное расширение тривиально значит у конечного расширения оно конечно вообще не обязательно нормально но как мы знаем, как я вам что-то объяснял его можно вложить нормально поэтому если есть какое-то конечное расширение то и нормальное тоже есть у нормального расширения у него есть группа автоморфизмов а у группы у нее есть разные интересные подгруппы смотрите у нас как бы есть ограничения ну вот сейчас это высохнет я расскажу во-первых мы посмотрим над R эту штуку и получим что у этой группы нет никаких подгрупп значит у них нет подгрупп нечетного индекса потому что подгруппа нечетного индекса это бы означало, что над R расширение было бы нечетным а что за группу, у которой нет подгруппы нечетного индекса это только группу порядка 2 в степени M а у группы порядка 2 в степени M можно построить такую башню чтобы там было обязательно расширение в степени 2 и вот мы получим противоречие ну вот я рассказал конечно план давайте его придерживаться доказательства так, значит пусть есть какое-то расширение на C конечное решение значит мы из него делаем нормальное то, что алгебрульски замкнуто значит мы доказываем алгебрульски замкнуто мы хотим доказать что это C тогда будет доказано что это алгебрульски замкнуто хотим или равно C пусть L на C конечное расширение значит во-первых мы его сразу же рассмотрим над R L на R порождается одним элементом каким-то гаммой и мы возьмем поле разложения многочлена минимального многочлена для гамма пусть у меня теперь там K это поле разложения разложения минимального многочлена для гамма для гамма над R конечно же оно содержит L потому что оно содержит гамму и значит содержит C то есть у меня будет написано что вот во-первых у меня есть такая вот цепочка K содержит C содержит R и у меня автоматически канад R будет нормальным теперь отлично у нас есть тогда группа группа автоморфизмов G которая группа автоморфизмов канад R но сначала мы докажем что количество элементов в G это степень двойки но пусть у меня количество элементов в G это 2 в степени K на M где M нечетно если вы знаете серию группы вы знаете что в этой группе есть подгруппа порядка ровно 2 степени 2K значит существует H уже у которой степень 2K тогда индекс этой подгруппы а именно M равен степени расширения K с индексом H H над R что M а M нечетно по свойству 1 M равно 1 вот мы тут доказывали что если у вас расширение нечетной степени то оно просто совпадает с R ну значит M равно 1 ага то есть изначально у нас группа была порядка двойки но теперь все что нужно сделать ну я сразу делаю запас для циркулий линейки чтобы можно было сразу к ней применить значит у нас группа уже порядка 2 степени K тогда есть такой фактор стерео групп что существует цепочка подгруппы но в каждой подгруппе порядка 2 степени K существует под группу индекса 2 то есть на самом деле можно записать такую цепочку G это же 0 G1 содержит G2 и так далее содержит единичный элемент который будет равен GK или GK минус 1 ну не важно короче все группы у меня будут каждый раз уменьшаться в 2 раза значит если я это докажу то соответственно у меня будет этой цепочке будет соответственно цепочка расширений R C ну и дальше там будет это там у меня было K0 K1 K2 K3 и так далее и КН будет само K в частности здесь будет расширение ну и степень решения здесь будет двойки в частности здесь будет расширение степени двойки которого быть не может мы знаем что 6 степени двойки не бывает поэтому это может быть только в том случае если у вас все заканчивается на C значит у вас L вот это вот K равно C значит L равно C значит у вас тут будут КИ к К и минус первому степень двойки из этого будет следовать что K2 это C ну и значит что у вас L и K это тоже C не, не, нет здесь не подразумевается просто если мы то смотрите как все устроено ну мы с вами можем брать что хотим значит откуда берется C C соответствует подгруппе индекса 2 правильно? ну хорошо, значит давайте мы просто возьмем C возьмем эту подгруппу и в ней выберем подгруппу индекса 2 вот ей будет следствовать K2 ну то есть мы можем в принципе так как мы знаем что C в связи к некоторой подгруппе мы можем эту цепочку поменять так чтобы же 11 слов ровно C это чтобы C вкладывалось в эту цепочку как нужно то есть ну да, тут надо действительно сделать так чтобы же 1 был непроизвольный подгруппой индекса 2 именно той, которая сливает C иначе конечно не сработает но этого легко сделать занималось главное вот это доказать что нам важен следующий шаг вот дальше, мы же построили C здесь можно прибудить подгруппу индекса 2 то есть первый шаг можно автоматически сделать то что мы знаем что она существует а то что здесь подгруппа существует это важно потому что эта подгруппа она бы со всём отрешкая степенья 2 которое тут не работает значит нам нужно доказать, что есть у вас группа степени 2 в степеня то в ней можно выбрать цепочку подгрупп индекса 2 ну достаточно конечно существует просто подгруппа индекса 2 ну вы доказывали и нет значит ну да хорошо я вкратце то есть но обычно делается так что вы просто берете то есть вы говорите что это ну это верно любой подгруппы которая степень простого вы говорите что центр нетривиален и дальше в центре находите центр так это подгруппа находите в ней подгруппу индекса 2 и дальше по ней факторизуете факторе ну вы грязи по центру факторе находится то что нужно берете прообраз но если группа белева то там то же самое делаете берете элементы по индукции находите подгруппу ну очень для были в группе там тоже все делается но если хорошо если вы готовы поверить то значит мы все доказали и рассказать все таки ну хорошо одно на экзамене узнаем если на кусается расскажу если будет сложно но наверное нет но кто-нибудь может кто-то по кресту строительная река может спросить нет а это просто конечно будет на отл то скорее всего ну то есть это все те регула на на отл поэтому скорее всего только тем кто хочет надо отвечать на оценку 8 и больше на всякий случай так скажу но такая что и вот такой группе из группы индекса 2 но хотел примерно ну не новость сказать у вас был серий групп но если да еще раз говорю понятно же что там есть ну как бы считается что если вы хотите отвечать например на 10 то хорошо чтобы умели не просто говорить факт а еще там ну по крайней мере на пальцах объяснять откуда они вообще берутся если вы не признает отсутку 10 то скорее всего к вам никто к этим вопросам приставать не будет вы скажете но это вот или групп на я не помню скажешь ну ладно хорошо не помните окей вот но как бы вот смотрите заодно мы сразу решили проблему ну так пришли проблему как все дела с циркули и линейкой если у вас ваш элемент который хотите построить в чирку линейки лежит в расширении два степени к нормальным то тогда все хорошо давайте это напишу и мы это заодно обсудим значит теорема это продолжение той теоремы которую мы доказывали что z построимо построимо тогда и только тогда когда группа автоморфизмов его минимального многочлена ну да я сейчас напишу проверим правда нет когда где к это поле разложения минимальный многочлен для z на тку ну сейчас я не уверен что мы сможем прям доказать строго но по крайней мере почему это работает в одну сторону мы сможем мы сможем доказать мы сможем это доказать в сторону справа налево если мы посчитали группа автоморфизм она вот такая то тогда z построимо значит если вот это верно то у нас получается что z лежит в k потому что k это минимальный многочлен z там лежит и группа автоморфизмов она имеет порядок два степени к по наши по нашему тому что мы там обсуждали тогда существует цепочку под группа индекса 2 который соответствует цепочку расширений q k 1 k 2 и так далее k n равны k причем k и k и k и минус первым будет равна g и т g g g минус первых g и тому то есть сейчас g минус первых g и тому то есть двойки а это то что мы доказывали мы доказывали что если z лежит в каком-то k и k получена цепочкой квадратичных расширений то значит z построимо вот это критерий по строимости то есть г г г р я г г вы г вы г г г но в обратную сторону смотрите что нужно сделать до наверно ворот мы тоже сможем если у нас z построим а ну вот тут смотрите да сейчас я объясню в чем сложность которую нужно заделать на это вот задача наверно просто звездочка будет значит нужно сделать но если построим это мы знаем что z лежит в каком-то расширение к которая получается вот башни расширений из q такой что каждая башня это степень двойки это двойка да если бы к было если бы к над q было нормальным то мы все доказали почему потому что так если к над q нормально то к содержит поле разложения для z ну потому что эти z то есть он нормальный то за все сопряженно там лежат значит к содержит то тогда к содержит поле разложения многочлена вот это вот поле разложения минимальный многочлена для z 1 1 степень двойки то эта штука степень двойки и значит количество автомархизма в степень двойки значит или на тку это степень двойки а это количество автомархизмов или над q но в ролях в том что это может быть ненормально да к над q может быть ненормальным мы уже приводили пример башни расширений когда вы давали эти корень с двойки несколько раз и получается ненормальное расширение и тут нужно залатать дырку то есть сказать что если такое выполнено то дальше если вы будете дополнять добавлять каждый раз сопряженные то степень расширения будет увеличиться еще в два раза еще два раза еще два раза и все равно когда вы к дополните вот сделать с к нормальное некоторое нормальное расширение тогда он тоже будет степень двойки и тогда это будет доказано то есть в эту сторону мы не доказали до конца вот доделать это значит а звездочкой то есть тут нужно довести до конца скорее на 10 ну может быть ну надеюсь чуть побольше ну так в общем это как-то ну за пять минут от не придумать нам нужно вот здесь нужно реально придумать то есть вот реально написать что мы добавляем все сопряженные и аккуратно проверить что действительно каждый раз мы там все будет хорошо это как бы не то есть я не верю что вы из подготовки сможете на занят придумать на может придумать но я не уверен не знаю это как-то нон-тривил вот но теперь смотрите вот значит к чему свелась непредсадача построения цирковой и линейки правильного н-угольника вот берем правильный н-угольник как мы знаем чтобы построить правильный н-угольник достаточно построить примитивный корень и на степени единицы то есть вот xn нужно построить xn это вот если рисовать единичную окружность то это вот первый первый корень и на степень единицы который после единицы под против часовой стрелки будет идти потому что если посреди xn то все остальные элементы этого степени поэтому вы их можете посадить цирковой линейкой поэтому достаточно посадить xn значит если но фишка в том что если вы рассмотрите код xn то это решение уже будет нормальным потому что вот эта штука это поле разложения многочленной к степени n-1 сейчас что такое странное написал если вы сейчас если вы добавляете корень на степень единицы то все остальные корни в код xn уже лежат поэтому все корни многочленной xn-1 уже лежат в код xn а понятно что меньше чем вот такое расширение вы не можете взять то что она должна хотя бы xn содержать поэтому вот эта штука действительно будет поле разложения многочленной xn на минус 1 и поэтому автоматически нормально и группа автоморфизмов код xn нова над q количество элементов ней она конечно равно степени минимального многочлена для xn степени минимальный многочлена xn над q ну и мы получаем такое утверждение то есть мы получаем уже критерий когда по строимости правильного наугольника значит этого следует утверждение правильный наугольник построим тогда только тогда когда степень минимального многочлена для примитивного кордена степени единицы равна степени двойки то есть мы просто берем теорему применяем получаем вот это ну я стал осталось доказать что эта штука равна чё-то 5 n и вот у вас уже будет критерий поставить правильного наугольника на вот это нужно отдельно это мы может быть в следующий раз обсудим вот значит смотрите вот пусть выставок теорем мы вот за оставшееся время уже доказали основе сериуму алгебры и все поняли про построимость ну и осталось понять что происходит разживимость в радикалах но вот это будет следующий раз да не хочется задерживать но я все-таки спрошу а чего звук про конечные поля вы все знаете про конечные поля или ничего не знаете этого что знаете скажите мне меня но вы вас я помню что у вас в ком-то курсе алгебры вместо того чтобы вам рассказывать про тензоры что ли там вам рассказывали про конечные поля чем рассказали про чем нет вам не рассказывать про конечные поля это все был миф а нет я понимаю что при этом будет нет хорошо знаете ли вы хорошо вы знаете что конечно пользы состоит из простепенен алиментов это знаете а что на единство точно дезаморфизма существует это вы знаете а и то что там и а и то что мультиплотинового лица кричнева тоже знаете и примитивный элемент тоже искали ну порождающий элемент мультиплотинового поля искали на семинарах понятно хорошо я понял а про движущие под поля знаете как устроены понятно не знаете хорошо окей все тогда мне все понятно да хорошо